Денцовский парк Мастер-классы на улицах. Сегодня у нас немножко другой формат. В 12 часов у нас состоялся эко-квест на крыльях весны. Ребята слушали птиц, ну конечно под запись, но должны были угадать, что у нас за птицы. Кормили птицы. У нас вывешены были кормушки заранее в нашей лесной части парка. А в этом дне мы сегодня сделаем вот такую мини-кормушку, которая будет стоять дома. Люди даже могут сюда помещать какие-то свои, не знаю, чай или еще что-то. Ну в общем, похоже она на домик для птиц. Те, кто не захотел сам мастерить скворечник, могли взять уже готовый. Его нужно было только расписать. Это особенно понравилось юным посетителям парка старше 4-х лет. Для них провели мастер-класс по росписи декоративных мини-скворечников и свистулек. Дети раскрашивали поделки специальными акриловыми красками. Я придумала то, что такое разноцветное будет яркий скворечник, а вот тут будет птичка сидеть, ну и тут какой-нибудь тоже фон будет. Мне рассказала мама, что здесь будут такие мастер-классы. Я выбрала свистульку и у меня вот такая красота получилась. Яркие работы были не у всех участников мастер-класса. К примеру, Тимофей выбрал темное сочетание цветов. И вот как он это аргументировал. Потому что этот скворечник как-то похож для таких птиц хороших, как грач, ворона там, скворец. Они оттуда будут питаться. И всегда помните, этот скворечник, он будет от всех отличаться. Мне он нравится очень сильно. Екатерина со своими близнецами переехала в Одинцово всего месяц назад. Но о парке спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной знает уже не понаслышке. Я подписана на страницу в инстаграм парка. Пришла со своими дочерями. У меня две дочери, близнецы и племянницы. Моим девочкам шесть и племянницы одиннадцать. Или вы им помогаете? Ну, участвую немного, да. На художественный этап праздника ушло около часа. Готовые сувениры можно было забрать с собой на память. Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.